Весенняя посевная – долгожданное и ответственное время для каждого огородника. К этому времени большинство увлеченных садоводов уже решили, что посадить на даче, и готовятся сортировать и проверять семена на всхожесть. Опытные дачники проделывают это ежегодно и знают, как проверить всхожесть семян овощей и цветов, практически интуитивно отличают хорошие семена от поврежденных. Их подсказки и полезные советы пригодятся начинающим огородникам, которые могут не знать, что проверка всхожести семян перед посевом – обязательный этап и гарантия обильного урожая. Энтон Пепеп. Семена разных растений по-разному переносят зимнее хранение. К сожалению, не все запасы семян успешно перезимуют, поэтому сортировать их перед посевом просто необходимо. Это касается и собственных собранных в прошлом году, и купленных свежих семян. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Даже ответственный продавец не может гарантировать состояние спящих семян, оно не всегда зависит от объективных условий. Так что в любом случае не поленитесь проверить всхожесть семян в домашних условиях, это несложно. К тому же настраивает на нужное настроение и помогает спланировать высадку рассады, проращивание и, возможно, своевременную покупку новых семян, чтобы не упустить сроки посевной. Что такое всхожесть семян? От чего зависит всхожесть семян? Всхожести называют способность семян дать жизнеспособные проростки и будущий урожай. По сути, всхожесть – это состояние здоровья каждого семечка, его неповрежденность, сила и скорость прорастания в обычных условиях без специальной стимуляции или подкормки. Как правило, для удобства подсчетов всхожесть определяют процентным соотношением – количество проросших всходов к общему количеству семян. В принципе, это и так станет понятно через одну-две недели после посева, когда начнут проклевываться первые ростки. Но зачем тратить время и рисковать, если можно проверить всхожесть семян заранее, рассортировать их еще перед посевом и тем самым увеличить шансы на хороший урожай. Всхожесть семян никогда не бывает полной. То есть, никто из огородников никогда не рассчитывает, что 100% посева дадут всходы. Озвучено Яндекс Спичкит. Но опыт подсказывает, что можно предугадать всхожесть разных семян по таким параметрам. От 5 до 10% семян можно сразу списывать со счетов – это среднее количество некондиции даже в самом лучшем. Случаи при наличии свежих здоровых семян. Схожесть семян обратно пропорциональна их всхожести, так что позапрошлогодние запасы семян сортируйте особенно придирчиво. Например, семена огурцов и помидоров сохраняют схожесть вплоть до 4-5 лет, а семена сельдерея, петрушки и прочей зелени – не дольше двух лет. Норма всхожести, норма всхожести зависит от сорта семян. Нормальная всхожесть гороха, репа и зерновых культур – 90-95%. Сельдерей, капуста, помидоры, свекла показывают меньшую всхожесть – от 60 до 70%. Самая низкая всхожесть у петрушки, пастернака и укропа – всего 35-55%. Условия хранения – температура, сырость, сквозняки – заметно влияют на всхожесть семян. Желательно хранить семена в полотняных мешочках в сухом помещении при температуре около 10 градусов, в крайнем случае при температуре не выше комнатной. Собственноручно выращенные и собранные семена обладают большей всхожестью, чем подаренные или купленные. Здесь играет роль личный контроль качества семян и точное знание их возраста, сорта и сохранности. Опираясь на эти параметры, вы можете заранее спланировать посев семян и высадку рассады. Важно понимать, что запасание семян впрок – не лучшее решение, ухудшающее их качество. Лучше ежегодно покупать или собирать небольшое количество свежих семян, делая небольшой запас с учетом усредненной всхожести. Но даже при условии правильного хранения и соблюдения сроков годности, не помешает заранее проверить семена овощей и цветов на всхожесть перед посевом. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Когда семена сортируют и проверяют на всхожесть. Лучшее время для проверки семян овощей и зелени на всхожесть – февраль и первая половина марта. Семена однолетних цветов можно сортировать с февраля по самый май. К этому сроку уже известен прогноз погоды на ближайшее время, и можно планировать посев. Сортировка семян – первый необходимый этап подготовки к посеву, и выполнять его нужно по правилам. Рассмотрите упаковку семян. На ней указана так называемая лабораторная всхожесть – это всхожесть в идеальных условиях. Таких условий вряд ли можно добиться в реальной жизни, поэтому отнимите от указанного числа 5-15 единиц, чтобы узнать настоящую или полевую всхожесть. Найдите дату фасовки семян, желательно, чтобы от нее до дня сортировки прошло не больше года. Если семена хранились не в бумажном пакете, а в специальном кульке с фольгой, допускается немного больший срок хранения без потери качества семян. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Шифрованные пометки на упаковках семян помогают выбрать качественное сырье. Если видите маркировку с буквой «Б», значит семена были обработаны кислородом, повышающим всхожесть. Пометка «Гибрид F1» указывает на повышенную урожайность и устойчивость семян. Но загарантированную всхожесть гибридов придется заплатить дороже. Если вы купили семена, которые полностью устроили вас всхожестью, живучестью и качеством урожая, обязательно запомните их сорт и торговую марку, чтобы в следующем году не экспериментировать. С поиском. Но учтите, что собирать и запасать семена гибридов в целях экономии совершенно бессмысленно. Гибридные растения сохраняют свои выдающиеся свойства только в первом поколении, а их потомство будет обладать, мягко говоря, невыразительными характеристиками. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Озвучено Яндекс Спичкит. Как проверить всхожесть семян в домашних условиях? Проверка всхожести семена в состоянии покоя выглядит не одинаково. Их внешний вид определяет первый этап сортировки – калибровку семян. Даже начинающий огородник догадается, что крупные и тяжелые семена обладают большим потенциалом, чем мелкие и полые. Именно с калибровки начинается поэтапная сортировка и проверка семян на всхожесть. Выберите из семян одного вида самые крупные и весомые. Поврежденные, потемневшие, с пятнышками плесени семена без сожаления отсеивайте. Они не только не дадут урожая, но и могут заразить здоровые посевы. Возьмите чистую воду и приготовьте 4-5% и краткое солевой раствор, 1 чайная ложка поваренной соли на литр воды. Положите отборные семена в раствор соли часа на два. За это время все дефективные или пустые семена всплывут на поверхность, а полновесные и наполненные осядут на дно. Отбросьте всплывшие семена, а прошедшие проверку ополосните от соли и просушите на открытом воздухе. Полновесные мелкие семена выбрасывать не стоит, просто высеивайте их отдельно от тех, что заметно крупнее. Можно ограничиться описанной сортировкой, но если вы хотите точных расчетов схожести семян, возьмите удобное для вычислений количество, например, 10 штук, и проведите такой эксперимент. Положите тестовые образцы между двух слоев влажной бумаги или ткани, положите на блюдце и поставьте в тихое место при комнатной температуре. Периодически увлажняйте ткань, чтобы семена не пересыхали. Через 7-14 дней, в зависимости от конкретной растительной культуры, семена дадут всходы. Посчитайте их, чтобы получить процент всхожести арифметическим путем. 6 из 10 будут 60%, 8 из 10 – 80%, 10 из 10 – 100% всхожести семян. Удовлетворительная всхожесть выше 80% позволяет использовать проверенные семена. Меньший показатель всхожести можно расценивать как рекомендацию к применению удобрений. Стимуляторы роста могут значительно повысить всхожесть семян. При всхожести 30% и ниже использовать семена не рекомендуется. К счастью, настолько низкие показатели встречаются крайне редко, а проверка семян на всхожесть перед посевом позволяет вырастить хорошую и крепкую рассаду. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.